Здравствуйте, уважаемые севастопольцы и гости города-героя. Отметили годовщину Черноморского флота, большие праздники прошли у нас, ну и, конечно, большая часть была спортивная. Именно спортивные мероприятия украсили праздник. Прежде всего это хоккей, хоккей на льду, и к нам в гости приехало 8 олимпийских чемпионов, причем суперзвезды. Прошел матч, гала-матч, где играли звезды отечественного футбола и хоккея, а также играли хоккеисты, легенды военно-морского флота. Интереснейший матч, праздник, наградили мальчишек, прошли соревнования также по боксу, в них участвовали наши юные боксеры, в большинстве это дети наших военных моряков, ну и, конечно, парусная регата. Парусная регата на призы города-героя Севастополя. И мы сегодня пригласили в гости победительницу первенства Европы, серебряного призера чемпионата мира, Арину Латынину. Здравствуйте. Арина у нас известная их сменка, добивалась целых побед на различных международных регатах, и отметим, что побывала во многих странах. В каких странах выступала? Первая страна это была Испания, чемпионат Европы в классе ЗМ-8, я заняла второе место. Следующая страна была Эстония, там был чемпионат мира, но, к сожалению, я не очень хорошо выступила, я заняла только восьмое место, но уже в следующем году на чемпионате Европы в Австрии заняла первое место, и в Швеции на чемпионате мира я заняла второе место. Кроме этого, ты еще была в каких-то странах? Да, я была в Финляндии, участвовала в местной регате и была в Дании на экскурсии. Ясно, так что путешествуешь за рубежом постоянно. Хотел отметить, что у нас прошла парусная регата на призы города-героя Севастополя, в которой участвовали наши юноши и девушки. Отметим, что проходила она на внешнем и внутреннем рейдах Бухты Круглая в Амеге, разноцветие парусов и отличная была погода, но, конечно, было и безветрие. Многие жаловались, что нужен ветер, так что наши яхтсмены, юные капитаны любят гоняться в ветер. А для тебя какая лучшая погода? Средняя. Слабый ветер очень тяжело, надо много работать, надо чувствовать лодку на 100%, а в сильней не хватает веса иногда, и очень сложно справляться с парусами. А вот средняя – это идеальный ветер рабочий, как мы его называем. Вот твоя любимая яхта, на которой ты ходила, класса Зум-8. Расскажи немножко о ней и как ты пересела на другую яхту, где теперь уже два члена экипажа, это 420. Ну, Зум-8, по моему мнению, это переходящий класс от оптимиста в другую яхту, потому что многие дети уже ушли с оптимиста, но они не могут сесть в взрослые яхты, потому что не хватает веса или роста. То Зум-8 – это идеальный класс, где можно сесть и в 45 килограмм, и до 60 килограмм сидеть. То есть возрастное ограничение – это до 21 года. То есть Зум-8 – это идеальный класс для вот таких маленьких детишек. А наши постройки наши, отечественные Зум-8, да? Да. Вы знаете, что Ленинград, потом Санкт-Петербург выпускает? Санкт-Петербург выпускает, и Финляндия, знаю, и Австрия. Вот эти. Это вот три производителя, вот единственные. Теперь два слова о яхтах класса 420, с кем ты в экипаже выступаешь и тренируешься. Ну, я села в класс 420 недавно, в январе, с девочкой Шкотовой, Щебельской Александрой. В общем, это непростой класс. Очень сложно вместе ходить, не ссориться, постоянно делать синхронно, одно и то же, не ругаться. Ну, мне нравится, потому что она похожа, как класс Зум-8. Вот у меня такое. Напоминает этот класс, да? А вот вы уже выступали вместе. Я знаю, что заняли, по-моему, третье место, да? Да, мы выступали на Кубке России в городе Даганрог. Мы заняли десятая в общем и третья по девочкам. Ты считаешь, это нормальный же был дебют? Ну, для двух месяцев работы, да. Конечно, хотелось и второе место, и забраться в пятерку, но это тоже хорошо. Сложнее быть на яхте рулевой или Шкотовой все-таки? Мне кажется, Шкотовой. Каждый должен выполнять свои обязанности, каждый. В общем, каждый должен выполнять все вместе. Но все же, я думаю, в отдельности это намного лучше. Для меня сложнее всего быть Шкотовой. Ты постоянно выражаешь яхту, чаще всего несешь спинайкер. Это самое тяжелое в этом классе. А рулевой просто сидит и думает. Ясно. Хорошо, думающий рулевой. Я хотел узнать, дополнительные паруса здесь же есть? 420? Да, это спинайкер. Спинайкер, да. На полных курсах мы поднимаем его. Хорошо. Со спинайкером же скорость увеличится, яхты намного. Это тоже осложняет? Да. За спинайкер отвечает тоже? Шкотовой. Хорошо. Где ты тренируешься? Сколько лет? По чьим руководствам? Кому перешла сейчас? Расскажи нам, пожалуйста, о своих тренерах. Я занимаюсь в том же клубе, я клуб ЦСХ. У меня тренера Кравчук Елена Владимировна и Эдуард Ёрченко. Но тренировки остались те же. Просто я пересел на другой класс и немножко у меня другой тренер. А так все осталось. Где ты любишь больше тренироваться? В Севастопольской бухте, где у тебя все порывы ветра, знакомые течения? Или же на внешнем рейде? Или у вас гонки там проходят часто? А теперь я в клубе Юг. На самом деле... И перенца России было же вот в сентябре прошлого года. Да. Так как ты выступила там? Я была вторая по-общему и первая по-девочкам. По-девочкам выиграла, а по-общая вторая. Я проиграла два очка, да, первая в абсолютном зачете. Итак, ответь мне на вопрос, пожалуйста, где сложнее выступать? Многие говорят, что тяжелее выступать в бухте, потому что меняется ветер, так как сопки, дома. А для тебя то же самое? Да, мне легче на внешнем рейде. Там и волна получше, побольше, она более пологая. А в бухте она больше битая. И в бухте там много препятствий для ветра, что может менять направление. А течение? Ты тоже знакома с течением? Я знаю, что у нас многие изучают, знаете, какое течение сносит прямо яхту, если оно стоит на месте. Да, но на внешнем, когда слабый ветер, на внешнем течение больше. То есть есть во внутреннем рейде намного больше плюсов, чем во внешнем. Так что у каждого своя точка зрения на это. Итак, Центральный спортивный клуб «Армия». И я знаю, что ты, в принципе, закончила школу. Куда будешь поступать и почему? Планирую в Нахимовское училище. Ну, я планирую продолжать парусный спорт и думаю, что выезжать я из Севастополя не буду. И буду оставаться здесь и учиться здесь. И тренироваться. Каким парусным гонкам ты сейчас готовишься? У нас, я знаю, уважаемые севастопольцы, те, кто любит парусный спорт, что в мае всегда целый ряд спортивных регат. И традиционно у нас проходит яхта и регата, которая сейчас только что завершилась. Это на призы города-героя Севастополя. А впереди какая регата? Впереди регата на призы командующего Черноморского флота, вроде бы. И там они вроде бы совмещены с какой-то регатой. Я, естественно, уже не помню. Я очень недавно только вернулась из Таганрога. Уже устала от этих соревнований. Просто соревнования за соревнованиями. Я уже не понимаю, какое соревнование, где. А лучше выступать, когда много соревнований или когда редко проходит? Я думаю, как много. Это тренировки намного эффективнее, чем просто без соревнований. И это интереснее. Друзья, много яхт, соперничество, азарт. Вот это все очень интересно. И скажи, пожалуйста, как ты используешь именно количество тренировок в день? И как они долго длятся? Ну, понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье. Это у нас всегда тренировки где-то в 4 часа. И вторник, четверг, выходной. Потому что без выходных очень тяжело. И тренировки длятся около 3 часов. ОФП? ОФП, ну, это уже на совесть спортсмена. Кроме того, вы посещаете тренажерный зал, общая физическая подготовка? Ну да, это каждый сам по своему желанию, где хочет, с кем хочет. Ну, вот, именно в Яхлубе у нас нет ОФП. А сама посещаешь атлетический зал? Да. Больше все-таки рулевому приходится больше физически работать или шкотовым? Больше шкотовым. Потому что ему, он висит на трапеции и работает со спинайкером. То есть это идет спина, пресс и руки. А рулевой только сидит и думает. Да, рулевой только сидит и думает. Сегодня секретами мастерства, секретами побед на международных легатах с нами поделилась Арина Латынина. Мы желаем ей 7 футов под килем и ветра в паруса.